здравствуйте уважаемые друзья рад приветствовать вас на своем кулинарном канале сегодня хочу предложить вам разработанный мною авторский рецепт замечательной восточной сладости халва очень любим халву а если она приготовлена своими руками из полезных ингредиентов то такая халва намного полезней и вкуснее вот ингредиенты которые нам понадобятся для приготовления понадобится 200 граммовый стакан семечек подсолнуха в шкарлупе предварительно семечки нам необходимо промыть и обсушить хочу дополнить что желательно для такой халвы брать семечки именно в кожуре так как они дадут именно тот неповторимый аромат халве также нам понадобятся тыквенные семечки тоже стакан предварительная их два раза измельчил через мясорубку так как многие рецепты халвы предусматривают применение муки перемолотые тыквенные семечки замечательно заменят нам в этом рецепте муку также нам понадобится три столовых ложки растительного масла 6 столовых ложек натурального меда также я вот возьму по пол 200 граммового стакана ядрышек фундука и арахиса понадобится нам кокосовая стружка где-то две-три столовых ложки и по пол чайной ложечки я возьму ванилина и корицы ванилин можно заменить пачечкой ванильного сахара также в этом замечательном рецепте буду использовать грецкие орехи их нам тоже понадобится 200 граммовый стакан и так на первом этапе нам необходимо обжарить семечки подсолнуха ядра фундука грецкий орех и арахис стараемся именно поджарить эти ингредиенты но не зажарить чтобы не было горьковатого вкуса у халвы хочу дополнить что все эти ингредиенты необходимо поджаривать в разных сковородах так как необходимое на это время у них у всех разные вот примерно до такого состояния нам необходимо эти составляющие поджарить после чего поджаренные ингредиенты нам необходимо измельчить один раз мы измельчаем через мясорубку или любой другой измельчающий девайс поджаренные семечки подсолнуха затем мы семечки подсолнуха измельчаем второй раз такой вот они вид уже принимают более темный затем мы измельчаем арахис фундук и грецкие орехи все эти измельченные ингредиенты мы помещаем в одну емкость куда мы добавляем измельченные тыквенные семечки затем все это нам необходимо перемешать и еще раз пропустить через мясорубку затем сюда мы уже добавляем специи в нашем случае ванилин и корица добавляем растительное масло мед и хорошенько вымешиваем до однородности форму халвы мы сформируем в таком вот пищевом контейнере на дно которого разместим кокосовую стружку затем плотненько мы укладываем в контейнер прижимая ложкой заполняем его массой будущей халвы как видите из этих ингредиентов у нас получается где-то 550 грамм замечательной ароматной халвы друзья такая халва очень ароматная советую и приготовлению надеюсь мой рецепт вам понравится и знак благодарности вы поставите лайк или напишите комментарий а также кто не подписан друзья приглашаю подписаться на мой канал также под этим роликом у меня будет ссылка еще на рецепты халвы которые я готовил ранее кому интересно обязательно переходите по ссылке и готовьте на здоровье видео и а а а а и а а а а а Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего кулинарного канала. Сегодня хочу предложить вам рецепт очень вкусной и полезной халвы. Этот рецепт я придумал сам, очень много раз я его оттачивал, подбирая и изменяя количество ингредиентов. И по праву этот рецепт я называю авторский. Такую авторскую халву я назвал сезам, так как ингредиенты и способ приготовления все-таки более относятся к восточной кухне. Многие мои подписчики знают, что мы занимаемся домашним ореховым бизнесом на грецких орехах. Мы колем на продажу грецкие орехи и частенько у нас остаются такие вот темные фракции грецкого ореха. Их скупают очень дешево и мы частенько их оставляем для себя, для своих нужд. Вот, например, для изготовления халвы. Хочу сказать, что абсолютно не влияют качество и цвет ореха на вкус халвы. Так что и вы можете брать для приготовления халвы, не выкидывать большие деньги за красивое светлое ядро грецкого ореха. Отлично подойдет даже такое вот темное ядро грецкого ореха, так как мы его все равно будем обжаривать и перемалывать на мясорубке. Итак, для приготовления восточной халвы сезам нам понадобится 3 200 граммового стакана очищенного грецкого ореха. Затем мы этот орех слегка поджарим на сковороде. Также нам понадобится 200 граммовый стакан арахиса. Мы его тоже слегка поджарим. Понадобятся нам семечки подсолнуха, уже очищенные. Также мы произведем термообработку на сковороде до золотистого цвета. Еще я в этом рецепте использую очень вкусный и полезный орех фундук. Его нам тоже необходимо будет извлечь из скорлупы и слегка поджарить. Его нам понадобится пол 200 граммового стакана. Также нам понадобится кунжут. Возьмем 2 столовых ложки. Далее нам понадобится пол 200 граммового стакана муки, 2 столовых ложки манки, 200 граммовый стакан молока и 200 граммовый стакан сахара. Еще, друзья, нам в этом рецепте понадобится грамм 70 сливочного масла. Понадобится нам кокосовая стружка для украшения. Для придания нашей халве восточных оттенков мы добавим специи. Я вот взял по щепотке корицы, молотого кардамона и ванилина. Ванилин можно заменить пачечкой ванильного сахара. Итак, вот, друзья, такой вот, я бы сказал, шикарный набор из орехов и специй нам понадобится для приготовления восточной халвы сезам. Повторюсь, что грецкие орехи, арахис, фундук и семечки подсолнуха мы уже предварительно обжарили. Сейчас мы разместим на сковороде манку, муку и кунжут. Постоянно помешивая лопаткой, доводим муку, манку и кунжут до красивого кремового цвета. Параллельно, друзья, мы приготовим молочный сироп. Для этого в небольшую емкость мы разместим сливочное масло. Добавим сюда молоко. Параллельно, сахар и специи. Теперь эту емкость мы поставим на медленный огонь и доведем до кипения. Далее, друзья, грецкий орех, арахис и семена подсолнуха мы измельчаем на мясорубке. Орешки фундука я предпочитаю оставить целиком и добавить их в халву, так как нам нравится, когда они приятно хрустят на зубах. Такой вот вид, друзья, принимают перемолотые орехи, семечки и арахис. Сейчас мы их добавим на сковороду к муке и манке. Хорошенько перемешаем до однородности. Затем добавим сюда приготовленный молочный сироп. И, продолжая тушить на очень медленном огне, будем перемешивать до однородности. Также добавим сюда фундук кусочками. Итак, друзья, если вы все правильно сделали, то халва во время тушения должна хорошенько отходить от стенок сковороды. Протушим так буквально 5-7 минут и будем размещать ее в форму. Для формы я буду использовать такую вот силиконовую формочку. На стенки и дно которой я обильно посыплю кокосовую стружку. Субтитры подогнал «Симон»! Всем привет! Сегодня мы приготовим восточную сладость, которая называется халва. Основным ингредиентом для приготовления нашей халвы являются грецкие орехи. Их нам понадобится 1,5 стакана. Также возьмем стакан муки, полстакана сахара, 3 столовых ложки молока. Понадобится нам 150 грамм сливочного масла комнатной температуры, по щепотке корицы и ванилина. Первым делом мы слегка обжарим орехи до золотистого цвета. Пропустим через мясорубку. Затем до золотистого цвета обжарим на медленном огне муку. И так вот довели мы муку до кремового цвета. Добавляем сахар. Не выключая огонь, хорошенько размешаем и прожарим еще минут 5. Затем мы добавляем мягкое сливочное масло и продолжаем прожаривать. Так на сковородке на медленном огне следим, чтобы не образовывались комочки. Добавляем молоко и специи. Тщательно перемешаем теперь это до однородности. Последним этапом будет добавление измельченных орехов. Также это все необходимо тщательно перемешать, не переставая прожариваем на очень медленном огне. Вот до такой консистенции нам необходимо прожарить халубу. Вот так вот она выглядит. И сейчас мы ее отправляем в форму. Можете просто завернуть пищевой пленкой в форме рулетика. Я же отправлю в силиконовую форму. На дне формы можно выложить целые грецкие орехи. Отправляем форму с халвой в холодильник на несколько часов для застывания. Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет, друзья! Сегодня у меня на канале очередной рецепт халвы. Так как в нашей семье очень любят халву, я часто готовлю халву по различным рецептам. Иногда что-то добавляя свое, где-то в чем-то стараюсь экспериментировать. И всегда халва получается очень вкусной и ароматной. Вот и в данном рецепте я попробую приготовить халву с набором таких вот ингредиентов. Нам понадобится 2 стакана грецких орехов, стакан сахара, стакан муки, 50 миллилитров теплой кипяченой воды, 30 миллилитров молока и 30 грамм растительного масла, 2 столовых ложки кунжута, 3 столовых ложки какао-порошка и по щепотке ванили и корицы. Также нам понадобится столовая ложка кокосовой стружки для украшения халвы. На первом этапе мы приготовим сироп, доведя до кипения воду, добавив туда сахар и молоко. Когда сахар полностью растворится, добавим сюда молоко и прокипятим минуты 2-3. И затем оставим остывать сироп до комнатной температуры. Затем мы по отдельности обжарим орехи на хорошо разогретой сковороде в течение 10 минут. На хорошо разогретой сковороде обжарим кунжут. Стараемся чаще его помешивать, чтобы он не пригорел. Затем мы обжарим на сухой сковороде муку до такого кремового цвета. Стараемся чаще помешивать, чтобы мука не подгорела. Следующим шагом мы измельчим орехи на мясорубке. И так вот в перемолотые орехи мы добавим какао и специи. Добавим обжаренный кунжут. Добавим остывшую поджаренную муку. Теперь мы всю эту массу перемешаем до однородности. Вот такой вид принимает наша будущая халва. И теперь мы еще раз пропустим всю эту массу через мясорубку. Она принимает такой вот вид и консистенцию. Сейчас мы сюда добавим растительное масло и остывший до комнатной температуры сироп. Теперь нам осталось всю эту массу хорошенько перемешать до однородности. Тщательно перемешав халву, она принимает такую вот густую консистенцию. Затем мы возьмем такой вот пищевой контейнер или любую другую емкость, которую у вас есть. На дно которой мы посыпем кокосовой стружкой. И поверх уже определим халву. На этом этапе в халву можно добавить различные ваши любимые ингредиенты. Как, например, поджаренный арахис, изюм или мелко измельченный чернослив или курагу. Все, что нам осталось, теперь охладить халву в холодильнике в течение 3-4 часов. Итак, друзья, имеем такой вот конечный результат халвы. Кому понравился такой рецепт, готовьте с удовольствием. Всем привет, друзья! Сегодня у меня на канале очередной рецепт из мира восточных сладостей. Сегодня мы приготовим щербет. Очень вкусное лакомство, которое обязательно понравится вам и вашим детям. Для приготовления щербета нам понадобится 300 грамм печенья, 50 грамм очищенных ядер подсолнуха, 100 грамм чищенных грецких орехов, 200 миллилитров сливок, желательно жирностью 20%, 1 банка сгущенного вареного молока и понадобится нам немного корицы. Итак, друзья, приступим к приготовлению. Мы измельчим на мелкие кусочки печенье и слегка обжарим семечки и грецкие орехи. Вот так вот мы измельчаем печенье. Точность и размеры особой роли не играют. Стараемся как можно мельче, вот до таких размеров, измельчить печенье. И так вот мы слегка подсушили на сковороде орешки, довели до такого вот золотистого цвета ядра подсолнечника. Сейчас они слегка остынут и мы соединим их с измельченным печеньем. Затем нам необходимо будет взять сотейничек, влить туда сливки и поставим на медленный огонь, слегка прогреем сливки и добавим туда банку сгущенного молока. Затем слегка подогревая сливки, размешаем сгущенное молоко до однородности всей массы. Вот до такого состояния мы растопим сгущенное молоко и сливки. Добавим теперь к общей массе. Теперь всю эту массу нам необходимо тщательно перемешать до однородности. Вот такая получилась у нас масса. Теперь мы отправляем в любую форму для застывания. Я вот буду использовать такую вот силиконовую форму, которую так вот щедренько посыпал корицей. Итак, друзья, вот мы плотненько уложили всю нашу массу в силиконовую форму. Сверху можно посыпать кокосовой стружкой, если вы любите. И все, что теперь осталось, это отправить эту форму в холодильник на ночь до полного застывания. Итак, вот, друзья, щербет провел ночь в холодильнике. Принял такую вот форму. И сейчас я покажу вам, как он выглядит в разрезе. Продолжение следует...